Августитто, какая радость, мальчик! Августитто? Да, так звали моего отца. Боже мой, для меня это приятная неожиданность. Проходи, Селеста. Ты уже знаешь? Да. Я пришла, чтобы вас поздравить. Я рада, что всё так хорошо. Угулья! Ты зачем здесь? Хочешь, чтобы все жалели тебя? Не дождёшься. Уходи сейчас же. Никогда не хочу тебя больше видеть. Уйдите и ничего не говорите. Вы не можете радоваться, потому что вы подавлены. Лучше уйдите из этого дома ради блага всех нас. Тереса, не говори так с Селестой. Говорю, как хочу. И требую, чтобы к моим словам мы относились с уважением. И я настаиваю, чтобы эта сеньорита оставила нас в покое. Я не хочу больше видеть это страдальческое лицо. А ты, Леандро, не должен так расстраиваться из-за прислуги. Извините, но я действительно хотела поздравить. Прекрати. Леандро, пожалуйста, не смотри на неё. Начнёшь её жалеть, и тебе опять будет плохо. Хорошо, Селеста, иди к себе, мы поговорим потом. Да, Селеста, иди. Незачем тебе это слушать. А ты как всегда. Почему ты её защищаешь? Мне очень жаль. Ну, надо же. Тереза, я не разрешаю тебе так разговаривать с Селестой. А я не хочу больше её видеть, Леандро. Пусть она уйдёт. Это и мой дом, Тереза. И пока я здесь, Селеста отсюда не уйдёт. Да вы что, сговорились? Мне кажется, что ты любишь эту служанку больше, чем свою мать. Сонотекс представляет. Андреа Дель Бока. В фильме. Селеста. В фильме снимались. Дора Барретт. Густаво Бермудес. Герман Паласиос. Автор сценария. Хорхе Вайланд, Энрике Торрес, Рауль Лекуна. Артура Мали в роли Бруно. А также. Эрика Вальнар. Лилиана Симони. Родольфо Мачадо. Роберто Антьер. Патрисия Кастель. Густаво Рэй. Вильяна Сарконе. Грэсия Лапаль. Оператор Эдуардо Юрио, Гектор Манейро, Корхе де Леон. Музыка Торреса и Гарсии. Продюсер Рауль Лекуна. Режиссер Николас Дель Бока. Опять наша мамочка, да? Только она может так тебя расстроить. Селевеста. Ты ведь знаешь ее. Не переживай. На нее не надо обращать внимание. Она такая разная. Я уже было поверила, что она стала хорошо ко мне относиться. И ошиблась. Опять все по-прежнему. Послушай меня. Я хочу тебе кое-что сказать. Моя мама очень сложный человек. И тебе не надо здесь работать. Я вызваю тебя отсюда. Еще немного, и у меня будет много денег. Я заберу тебя с собой. Что скажешь? У меня почему? Ведь служанку найти так просто. А разве я сказал, что мне нужна служанка? Тогда зачем? Просто так. Для компании. У меня будет столько денег, что я смогу себе позволить некоторую. А эти деньги вы планируете украсть у своего отца? Я не собираюсь ничего красть. Я возьму то, что принадлежит мне. Ваш отец не заслуживает предательства. Селевеста, Селевеста. Ты еще многого не понимаешь в этой жизни. Молчок. Мой дорогой, держи. Леандру, ну нельзя подрывать мой авторитет. Нельзя обсуждать мои распоряжения. Если я говорю, что эта служанка должна уйти, так там и быть. Ее надо рассчитывать. Мы уже все выяснили, Тереза. Я хочу, чтобы Селевеста осталась в нашем доме. А я нет. Тем более, что скоро приедет Рита. Нашей дочери нужен покой. Какое отношение имеет Селевеста к возвращению Риты? Селевеста ей не даст покой, не понимаешь? Нет. Леандру. Рита приедет со своим малышом. А Селевеста потеряла ребенка. Я боюсь, что она навредит Рите. Ты не соображаешь, что говоришь. Что за безумные мысли, Тереза? Это ты безумен. Защищаешь эту несчастную, а на свою собственную дочь тебе напинать. Замолчи, замолчи, пожалуйста. Не затыкай мне рот. Я бы вы говорите, даже кричать изо всех сил. До тех пор, пока ты со мной не согласишься. Я устала от тебя, Леандру. Мой дом это не цирк, и хватит поясничать. Я ухожу, и ты остаешься без зрителей. Клоун. Бруно, ты сегодня рано. Не важно, себя чувствуешь. Нет, нет. Мне просто захотелось побыть дома. Приготовить тебе чай? Или ты предпочитаешь виски? Нет, нет, я ничего не хочу. Не уходи, побудь со мной. Конечно, дорогой, с удовольствием. Ты очень не сдал, Бруно. Знаешь, о чем я мечтаю? Ты не поверишь. Я мечтаю... О чем? Уехать как можно дальше. Жить на берегу моря, в простом, удобном доме. Зимой разжигать камин и сидеть в огне. И не думать о том, что ждет впереди. Вычеркнуть настоящее и прошлое, наслаждаться природой. Изменить отношение к жизни. Изменить философию. Не деньги главные, а любовь. Любовь к самой жизни. Понимаешь? Бруно, может, продадим все клинику? У нас еще есть время. Время для чего? Чтобы все изменить. Чтобы... Чтобы наслаждаться. Простыми мелочами. Из которых и состоит жизнь. И которых мы сейчас не замечаем. Представляешь? Гулять по вечерам. Смотреть на закаты. И улыбаться. Быть всегда вместе. Просто жить. Это... И будет нашей работой. Жить. Жить. Работать... Ради самой жизни. Это прекрасно, Бруно. Теперь вы, сеньорита, в ответе за всю работу. У вас будет строгий рабочий график. И не бездельничать в рабочее время. Понятно? Да, сеньорита. Вы должны докладывать мне обо всем. Никакой личной инициативы. За неподчинение мне на улицу. Понятно? А для меня и моей подруги, какие будут распоряжения? Вы продолжаете выполнять свои обязанности. Что касается вашей подруги... Я слушаю вас, сеньорита. Прошу внимания. Вы слушаете меня в последний раз. Соберите свои вещи и убирайтесь. Чей это приказ? Вас это не касается. Ее уволили, потому что наняли меня? Это не ваше дело. Но я не хочу, чтобы она из меня лишилась работы. Это приказ хозяйки. Если вы уйдете, наймут другую служанку. Но эту, сеньориту, все равно уволят. А если вы сами хотите уволиться, никаких проблем. Это и к вам относится. Чем меньше дерьма в доме, тем лучше. Куда ты? Не твое дело. Сотый раз она приказала мне уйти. И в сотый раз ты не подчинишься ее приказу. Я сейчас же поговорю с братом. Нет, нет, Аида. Ваш брат нездоров, и в этом мое вина. Тут сеньора Тереза права. Сеньор Леандро очень хороший человек. Но я не хочу, чтобы он переживал из-за меня. Что ты, дорогая, я обещала твоей матери заботиться о тебе. Однако у меня это плохо получается. Но отныне все будет иначе. Я постараюсь быть сильной. И не позволю никому обижать тебя. От своей судьбы не убежишь, Аида. А большие несчастья заставляют тебя понять, что есть вещи пострашнее смерти. Ну, не надо о грустном, дорогая. Не будем унывать. Лучше поговорим с Леандро и разрешим нашу проблему. Идем. Идем. Но ты должна пообещать мне, что перестанешь грустить. Прошу тебя. Я понимаю. Я понимаю, что тебе пришлось многое пережить. Но ты молода. У тебя вся жизнь впереди. Извини, я должна поговорить с твоим отцом. Спасибо. Селеста, мне надо с тобой поговорить. Извините, у меня много дел. Извините. Леандро Тереза непредсказуемый человек. Никогда не знаешь, что она выкинет. Она выгнала Селесту. Выгнала. А уверяла всех, что она будет заботиться о ней, как о родной дочери. Даже я ей поверила. Моей жене нельзя верить, Аида. Нельзя. Тереза слишком импульсивна, если выражаться очень мягко. Но ты не волнуйся. Я все равно заставлю ее снова взять Селесту на работу. Почему ты, наконец, не поставишь ее на место? Нет, я не хочу больше выяснять с ней отношения. А тебя я попрошу пригласить нашего адвоката. Вот с ним мне надо поговорить. Времени осталось немного. Леандро, мне не нравятся твои слова. Мне бы очень хотелось говорить тебе только приятное. Но будем реалистами. Мы смертны, и мы не можем купить себе бессмертие. Да, это верно. Но и смерть мы не должны торопить. Так что не с ней думать о смерти. Вот и мы. В чем дело? Что за спешка? А то, что нам нельзя терять ни минуты, Бруно. Мы немедленно должны разрешить эту проблему. Что за проблема? Почему с тобой Даниэль? Его ведь могут увидеть. Еще более опасны их пребывания на той квартире. Он, Рита и ребенок должны немедленно оттуда уехать. И куда они поедут? Думаю, что в нашу. То есть в твою квартиру, в ту, на улице. Я не помню, как ее название. Но почему? Потому что Селеста слышала плач ребенка. Я чуть с ума не сошел. Но она слышала, это точно. Селеста? Да. А что она делала в вашей квартире? Сейчас объяснять некогда. Они должны перебраться в другую квартиру как можно быстрее. У нас нет выхода. Нельзя терять ни минуты. Что с тобой? У тебя есть возражения? Селеста, я не разрешаю тебе уходить из нашего дома. И не беспокойся. Со своей женой я разберусь. Но вы знаете, что она права. Мое присутствие здесь доставляет вам столько хлопот. С твоим уходом хлопот у меня прибавится. Понимаешь? Нет, Сеньор, я не понимаю. Если ты уйдешь, я только и буду делать, что спрашивать себя. Где она? С кем она? Ну, а почему? Ведь когда-нибудь мне все равно придется уйти. Какая разница сегодня или через неделю? А зачем тебе уходить? Сеньор, я знаю, что вы хорошо ко мне относитесь. Но когда вы размерничались из-за меня и вам стало плохо, я почувствовала себя виноватой. И я действительно виновата. Нарезываю вам свои проблемы. Я говорила вам о своем ребенке, и вам стало плохо. Нет. Это моя вина, и из-за меня вы сейчас пойти. Нет, Селеста. Ты не должна упрекать себя. Ты ни в чем не виновата. Это мое сердце. Оно уже не выдерживает. Не в первый раз оно уже подает сигнал. Просит отдыха. А я заставляю его работать. Тогда прислушайтесь к нему. Дайте ему отдохнуть. И не пугайте нас больше. Ты очень испугалась, Селеста? Очень. Расскажи мне, как это «очень-очень»? Сеньор. Мне все нужно объяснить. Не хватает слов. Не всегда можно выразить свои чувства словами. Это я, папа. Селеста, мне надо с тобой поговорить. Извините меня, мне пора на кухню. Поправляйтесь, сеньор. Постараюсь. Селеста. Франко. Да, Франко, пожалуйста. Да, папа. Я тебя слушаю. Останься, Франко. Побудь со мной, пожалуйста. Попробуй со мной. Спасибо. Попробуй. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Селеста, Селеста, ты выиграла в лотерею, нам нужно идти. Идем быстрее. Качита, не видишь, мы с Селестой разговариваем. Не волнуйтесь, сеньор. Я обещаю беречь себя. Со мной все будет в порядке. Ну идем же, идем. Селеста, не слишком литерана забегала по лестницам. Селеста, не беспокойтесь, Аида, я осторожна. Минуточку. Если она сейчас опять назовет меня чучелом, клянусь, я разобью ей голову. Что ты там вормочешь, чучела? Ничего, но не смейте оскорблять мою подругу. А что тогда будет? Моя подруга вам не позволит. Я у себя дома и могу делать все, что хочу. Но моей подруге незачем выслушивать вашу брань. Тогда вон дверь. Знаем, знаем. Но и вы знаете, сеньора, что моя подруга уйдет с высоко поднятой головой. Тебе не стоит даже с ней здороваться. Чего ты хотела, Тереза? Моя подруга уходит. Не скачет. Я не ухожу, если только вы меня не прогоните. Хотя я сомневаюсь? Ведь вы выписали мне чек на такую большую сумму. Вы же великодушны. Тебя не выгоняют. Ты сама уходишь. Вон с моих глаз обе. Селеста? Я не хотела тебя спрашивать, Тереза. Но, по-моему, тут и так все ясно. Селеста застала тебя с Бруно, так? Что ты за дура? Опять оскорбляешь. Значит, это правда. Селеста видела вас с Бруно. Щекотливая ситуация. Поэтому ты и выписала ей чек. Да? Ради бога, не смеши меня. Чек выписана на благотворительные цели. Ну, конечно. А почему тогда на имя Селесты? Тереза, дорогая. Ты дурачишь кого угодно, но только не меня. Ты же знаешь. Перестань, Аида. Не то я вышвырну тебя отсюда. С позором вышвырну из особняка Висконти. Ты хочешь сказать, из особняка Ферреру? Или ты забыла, что ты давно уже живешь за счет семьи Ферреру? Мой отец этого не заслуживает. Вы правы. Вы правы, сеньор. Я уже сказал, что раскаиваюсь. Я не должен был слушать вашего брата. А сейчас послушайте Франко. Он должен сказать вам нечто важное. Мой отец ничего не должен знать. Мы спасем нашу фирму. Ситуация непростая, сеньор. Я понимаю. Но у меня есть план. Вы нам поможете? Да, разумеется, помогу. Посвященных будет только трое. Вы, Рамира и я. Энцо ничего не должен знать. Договорились? Конечно. Не подведите нас. Что вы, сеньор? Больше не предавайте нас. Я уже сказал вам, что могу уволиться хоть сегодня. Нет, нет, нет. Не думайте об увольнении. Не смотря ни на что, Франко доверяет вам. Спасибо, сеньор. А сейчас я объясню, что мы будем делать. Вижу, мой братец барыши делит за моей спиной. Уходенцу. У нас личный разговор. Но это кабинет моего папочки. Прошу тебя. Что, мне запрещено входить сюда? Давайте перейдем в мой кабинет. Ах ты, сволочь. Что ты здесь наболтал? Отпусти его. Слышишь? Отпусти. Дерьмо, оно и есть дерьмо. И ты в нем искупался? Отцепись. Спокойно. Отпусти. Хватит. Я тебя сотру в порошок. Я уничтожу тебя, Франко. Клянусь. Да. Сморзурати, пожалуйста. Это Энсо Феррера. Привет. Альберто. Альберто, дорогой. Да, нормально, все нормально. Альберто. Ты еще не утратил свое мастерство по распространению слухов? У меня есть для тебя кое-что. Да, да. Эта фирма идет ко дну. Звонили мне? Нам. Нам обоим звонила Тереза, чтобы сообщить, что у Рита родился сын. Почему ты мне не сказал? Я ничего не знал. Нет, ты знал, Бруно. Ты все прекрасно знал. Это показалось странным, что ты не в курсе. Рита рожала в Париже. Как я мог знать? Это Тереза сказала тебе, что я знал? Нет. Тереза не говорила мне этого. Я так подумала. Я могу тебя попросить, забудь обо всем этом. Я очень рад за Риту. Я знаю, как она хотела ребенка. Знаю, чего ей это стоило. Я очень, очень рад за нее. Более того, я бы с удовольствием принял у нее роды. Я даже был уверен, что рожатина приедет домой, в мою клинику. Это так странно. Это очень странно. Нет ничего странного в том, чтобы иметь ребенка. Рита как будто сбежала. Она никому не позволяла дотрагиваться до своего живота, даже отцу. Наконец ребенок родился на семимесячном. Все это очень странно. Ты как будто во мне сомневаешься. Ведь первый месяц ее наблюдал я. Нет, Бруно. Тебе я не сомневаюсь. Пока еще. Ну, не сомневаюсь. Проходи, дорогая. Проходи, пожалуйста. Не смотри на меня так. Я тебя не съем. Нет, сеньора. Ты всегда готова возразить. Теперь молодежь такая эстрактивая. Мне совсем не нравится эта мода. Хорошо. Ты знаешь, зачем я тебя пригласила? Думаю, чтобы поговорить со мной об увольнении. Об увольнении? Вы же хотели меня уволить. Селика мне еще вчера вечером сказала. Эта Селика слишком много на себя берет. Нет. Мы не собираемся увольнять тебя. Я хотела поговорить с тобой о моей дочери. О сеньоре Ритте? Да. Ты же знаешь, что у нее родился ребенок. И на днях она возвращается из Парижа. Пожалуйста, сеньор, не делайте из меня дурочку. Я была у сеньора Ритте, и она совсем не в Париже. Я же это знаю. Ой, ну я не об этом веду разговор. Дело вот в чем. Рита очень счастлива. Ты же знаешь, какой ценой достался ей ребенок. Ей пришлось очень много пережить. И ей будет больно видеть тебя. Ты. Почему? Ведь это я потеряла ребенка, и это мне больно. Мы все переживаем за тебя, дорогая, очень переживаем. Но, Севеста, Ритте наконец-то счастлива. Но она же не может наслаждаться своим счастьем, если все время будет видеть перед собой твое трагическое лицо. Понимаешь? Нет. Так ты быстрее поймешь. Нет, сеньора, я не могу принять чек. Я уже передала ваши пожертвования в приход, и я не могу злоупотреблять вашей щедростью. Нет, нет, нет. Это не пожертвования, это для тебя. Но эти деньги ты сможешь снять квартиру и жить, пока не найдешь работу. И чтобы я молчала. Да? Главное, чтобы я молчала. Что ты говоришь? Вы даете мне эти деньги не потому, что сеньора Рита будет мучиться из-за меня. Ей неплохо со мной, совсем наоборот. Она ведь сама позвонила мне и попросила ее навестить. Эти деньги платы за молчание, чтобы я никому не рассказала, что я видела и слышала. Ты ничего не видела. Вы правы, сеньора. Я ничего не видела. Абсолютно ничего. Так что ни за чем не тратиться на него. Я могу идти? С вашего позволения. Да, иди. Извините. Селика требует, чтобы я собирала свои вещи. Что мне делать? Иди работай. Нечего здесь прохлаждаться. Тогда будьте так любезны, скажите о своем решении дома правительницы. Вернее, об изменении своего решения. С вашего позволения. Ну, надо же, как нескладно. Все получилось, Тереза. Что же ты теперь будешь делать? Нет, ну я должна что-то придумать. Никак не могу переварить. Сделать тебе древний чай? Нет, нет, я не о еде, нет. Я о том, что ты сказала, когда здесь был Карл Сальберто. Почему ты не хочешь жить в квартире, которую тебе подарил Себастьян? Это подарок моему ребенку. Может, твой ребенок... Прости. Ну, язык у меня. Извини. Ничего страшного, Кочет. А что касается квартиры, может, вы с женихом посмотрите ее? Если она вам понравится, вы в ней поселитесь, я не буду там жить. Но это замечательно, мы будем платить тебе. Нет, нет, мне ничего не надо. Вы будете только оплачивать расходы по квартире. Так я сохраню свое жалование. Я и не знала, что содержать квартиру так дорого. Для нас с тобой все дорого, Селеста. Мы только дышим бесплатно, а за все остальное нам надо платить. Мне пора идти. Скажи своему жениху о квартире. Скажу. Вы так быстрее поженитесь. А куда ты идешь? Я в церковь. Опять? Так недолго и в монашку превратиться. Твой брат так и разозлился. Наверняка что-нибудь замышляет. Он не из тех, кто легко отступает. Пусть делает, что хочет. Ромиро. Да? Селеста меня избегает. Что? Селеста избегает меня, а мне надо поговорить с ней. Очень надо. Она что-то от меня скрывает. Я должен знать, что. Ты ничего не знаешь? Мой тебе совет. Заставь ее все рассказать. Чему такая таинственность? Может, объяснишь? Франко, я не отец и ве ребенка. Я люблю Селесту. Это правда. Но наши отношения не выходили за рамки дружеских. Отец не я. Поэтому мы и не поженились. Ну, ты же сказала, что идешь в церковь. Я соврала. Я ходила к подруге. К к подруге. С кем ты меня изменяешь? Я не изменяю тебя, Кочита. Я хотела посмотреть на ребенка одной моей знакомой. Но ее не было. И ты ждала ее, поэтому и пришла так поздно. Нет, я прошлась пешком. Я думала о своем и забыла время. Моя подруга переехала и ее соседка мне сказала. Ну, это естественно. Ты ведь давно ее не видела. Я видела ее недавно, до того, как легла в больницу. И позавчера тоже. И она не оставила тебе записки с новым адресом? Нет, я ее привратника спрашивала, но он ничего не знает. Только сказал, что переехали они ночью. Я слышала, как плакал ребенок. Я слышала. если ты слышала плач, тогда они не переехали. Нет, плач я слышала в тот день, когда он меня выгнал. Ну, конечно. Ее муж выгнал меня, потому что не хотел, чтобы она меня видела. У них сын, они счастливы, и я им мешаю. Сеньора Тереза была права. Ну, если это правда, то ты пьяная. что-то выпила? Я слышала плач мужа. Хочи так, когда сеньора Рита приедет сюда со своим сыном, она разрешит мне ухаживать за ним. Селеста, ну что ты, ты столько мне всего наговорила, что в моей голове все перемешалось, и подруга, и ее муж, и ребенок, и соседка. Тогда при чем здесь сеньора Рита? Ни при чем. Ни при чем. Как ты считаешь, она разрешит мне ухаживать на ее малышу? Ну, что ты, Тереза, нельзя ли не телесту в том, что Леандра заболела? Почему нельзя? Тереста бродит по дому, вся в слезах, вот она расстраивается. Не смеши, меня эта девочка достойно переносит свое несчастье. так держаться не каждому под силу. Да, о чем тут говорить? Они эти служенки легко заводят детей, как кролики, и очень безответственны. Мама, если ты пошутила, то это не очень удачная шутка. Если ты действительно так думаешь, то лучше было бы воздержаться от вас. Нет, нет, Франко, твоя мама так не думает. У нее очень доброе сердце, правда, дорогая? А сейчас став бабушкой, она сама нежная. Ты права, моя дорогая подруга. Жаль, что тебе не дано испытать подобные чувства, тебе остается только наблюдать, как будет расти мой внук. Увы, у меня не будет такой возможности, но ты мне напишешь, потому что мы с Бруно уезжаем. Едете отдыхать? Нет, мы продаем все, включая клинику, и уезжаем жить в испарине. Я не верю. Бруно никогда не уедет отсюда. Почему? Нас ничего не связывает с этой страной. Абсолютно ничего. У тебя давление, как у 20-летней воюнаши. Ну, давление, может быть, а все остальное, Бруно, я не могу больше лежать, меня это убивает. Тело уже онемело, я могу вставать. Но только не безумство. Какие уж тут безумства. И никакой работы, забудь о фирме, понятно? Понятно, доктор, понятно. Значит, поберечься. Да. А что с тобой, Бруно? Ты неважно выглядишь. Я давно заметил, что-нибудь случилось? Нет, нет. А почему ты спрашиваешь? Потому что ты неважно выглядишь. Я же сказал, бледный, похудел, глаза увалились, всегда напряжен. Ты действительно изменился. на этот раз ты не убежишь. Мы не выйдем отсюда до тех пор, пока ты не скажешь мне правду. Это невозможно, Сильвана. Бруно не оставит клинику, у него обязательства, ты же знаешь. Но он слишком много работает, и надо подумать об отдыхе, он его заслужил. Но он не может оставить клинику, это безответственно. на все его стороны. Перестань ты рыть. Это вообще не твое дело. Не твое. Как это не мое? По-твоему, почему я подарила Бруно клинику? Почему? Потому что он все время просил меня об этом, рыдал, умолял, выпрашивал эту клинику. Он хотел стать ее хозяином. Это было его мечтой, ты же знаешь. Нет, я не знаю. Но даже если и так, то что? Он на всю жизнь должен запереть себя в стенах клиники, только потому, что это твой подарок. Сильвана, ты такая же неблагодарная, как и он. А вот и Бруно. Пусть он мне сам все скажет. Бруно, иди сюда. Чем дело? Почему ты кричишь? Думаешь, я оглох? Нет, ты не оглох, ты поглупел. Ты так мечтала в этой клинике, столько сделал для этого, а теперь хочешь все бросить. А если и так, что тут такого? Со мной шутки плохи, Бруно. Я разговаривал с Рамиру. Ты очень часто разговариваешь с Рамиру. Но не всегда он говорил мне правду. О чем ты? Рамиру сказал мне, что не он отец твоего ребенка. Не он. Не надо, Франко. Это уже не важно. Мой ребенок умер. Да, это так. И его не воскресить. Но мне нужно знать правду. А что еще ты хочешь знать? У меня нет ребенка. Он умер. Мой сын умер. сын твой. Но кто его отец? Он мой. Только мой. Да, да, твой. Но кто его отец? Кто отец? Ты, Франко, ты отец. Это был твой сын. мост? Твой сын. Я не могу отец. Твой сын. Он Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok